Приветствую вас, друзья! Снова мы прибыли в Сочи. В этот раз я решил воспользоваться железнодорожным транспортом. В частности, это касаемо поезда. Невероятные приключения нас ждут в этот раз. Вот, сейчас нахожусь на ЖД вокзале. Только что недавно прибыл. Время сейчас полдесятого. Вот как-то так. Первая часть моя начнется, наверное, с исследований пещер. Пещеры, которые находятся непосредственно в округе Хостинского района. В общем, сейчас съедем в сетчатный сектор. И с завтрашнего дня я, скорее всего, да, уже начну свое путешествие. Витебинарный день. Космодец. 123. До свидания. Космодец. Офигура, оборудование. Скоро, оборудование. Офигура. 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 Субтитры добавил DimaTorzok 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 всех приветствую вот я совершенно в другом обмандировании специальном что же с этого момента начнем свое путешествие смотрите какие корни у деревьев мы сейчас находимся в хостинском районе и движемся к самому первому нашему нашей пещере она имеет колодец то есть вход колодцем идет поэтому это специализированная пещера предназначена только для опытных спелеологов я не такой опытный спелеолог поэтому такие пещеры спускаться это полное безумие потому что нет не определенного обмандирования и опыта вот этого скалолазания альпинизма пока сейчас будем идти вверх начинается немножко дышка я к этому готовился так что мне время сейчас ныть пока что шел по пути и по дороге путь который если вырастите там расположена пасека пчел прям посреди дороги пасека пчел там дальше вы смотрите тоже пасеки стоят то есть это посреди дороги вот я не знаю мне как-то надо пройти там вроде бы как кто-то еще что-то машина стоит вот сейчас попробую крикну там есть кто вообще или нет эй я здесь кто-нибудь здесь кто-нибудь есть ребят здесь кто-нибудь есть кричу кричу никого нет попробую короче сейчас обойти нет только не скатиться в общем я обошел эту пасеку хотя вроде бы даже знаете как таковой агрессии мне не составляет вроде бы как пчелами мало ли что пришлось обходить блин подниматься блин на гору и немножко обойти я так понял в палатке кто-то есть но кто-то не хочет отзываться я не знаю почему либо я не знаю может тебе как-то выгляжу очень странно там кстати вот еще пасека смотрите он дорога идет еще пасека с пчелами оттуда прям такой гул слышно что ты тут прям на каждом углу эти пасеки расположены ё-моё-моё там еще такие ульи и местность security сейчас эти прям у края дороги стоят вот эти улья то есть и вот как проходить я вообще даже не представляю сейчас в общем попробую обойти здесь вот не знаю спуститься тут очень крутой спуск прошел какое-то тут время шел по дороге эту встретил машину слава богу я стоит хоть одну машину видимо местный может быть какой-то работник может быть этот пасечник он еще спрашивать на такой еще один путешествие он удивленно очень посмотрел сказал ничего себе экстремал однако же думаю вот так вот бывает не сказал как раз вот что еще встретиться эти улья из на может быть еще встретиться где-то но я теперь по крайней мере убежден в том что эти улья не так опасны вот снова пожалуйста улья препятствия одно за другим я не знаю я наверно сейчас пробегусь улья расположены вдоль дороги вот они вот здесь прям самого краю хижина стоит это типо подобие домика такого на ночлег оставаться можем смотрите вон как дома то есть здесь даже можно устроить какой-то пикничок но отдых при чист приехать горы ведь этот историк оборудован все для этого не весь для отдых даже есть труба выводится с печка даже ну как хижина такой домик небольшой конечно тут тут все такое дрябенько тут надо конечно коррективно собраться но тут все есть для того до первых нужд как говорится странно напоминает даже как знаете тайгу в сибири да такие вот и как избушки вот эти расположены в лесах будь как дома как интересная хижина ходишь и потом идешь разведывать пещеры всякие гроты для путешественников которые хотят просто-напросто вот всю эту местность как раз хребета алика тоже допустим посетить не заморачиваться допустим сюда вот приехал по всеми вещами на какой-то ночлег осталось сидеть посмотрите сколько тут ульев охренеть углубимся в чащу но ориентирую нас всегда будет вот это вот дорожка сейчас пока дождя нету можно пройтись вот по этому ручью сейчас мы пройдемся по нему и как раз у нас приведет к гроту барибана вот такой у нас путь проходит через вот этот ручей видите какие препятствия просто полные какие-то приключения у нас проходят по таким камням чуть не поскользнулся ребят что здесь вот обвала надо быть осторожней сейчас попробую очень еще воды какую-то рту на виду и сейчас время уже пол пятого надо возвращаться обратно в семь часов уже начинают сумерки сегодня у нас такой ознакомили ознакомительный день я по крайней мере узнал какая что из себя дорога представляет завтра или послезавтра я с уверенностью уже сюда приду я уже буду знать где куда что идти мне сейчас долго идти конечно потому что тут километраж такой сумасшедший помните я тут пытался докрещаться до мужчины который находился в палатки потому что я говорил что какие-то движения там были за машиной видны которого где машина стояла вот в общем сейчас на обратном пути шел видимо там этот мужик пожилой мужчина был такой с опущенной бородой сейчас мне рассказал про грот барибана он в первую очередь как будто прочитал мои мысли куда я хотел идти я ему уже объяснил что пытался до него докричаться из-за этих вот пчел которые рядом были расположены вдоль дороги вот он видимо не слышал в общем он спал он мне объяснил где можно до него дойти добраться я уже примерно сориентировался и понял вот он мне объяснил я тут его много чего порасспрашивал спросил еще тут про то водятся ли тут медведи он мне сказал что тут какой-то один медведь них как бы бегает но он безобидный прочел он тоже напомнил сказал что они безобидные пчел ну в этом я уже сам убедился потому что спокойно проходила этих улев и вот этот медведь но он сказал говорит что это как бы миролюбивый мужчина пожилой я думаю что довериться ему можно потому что он как бы знает всю эту местность горную приятно с ним было поговорить на самом деле ладно ребята все увидимся давайте сейчас вышел уже ближе к измайловке подхожу сейчас у нас такой просторный вид наконец-таки там все один заросль кругом были деревья блин все закрытое было вот такой уже открытый вид там горы находятся по левую сторону если присмотреться там горы вот сколько много папоротников вообще растет просто сплошняком вообще прям все заросло папоротниками генный вид открывается просто сплошные горы вот как раз в той стороне мы будем разведывать пещеры тут еще на фоне папоротников так прикольно смотрится вот такой вот вид я думал что он ко мне лишь подойти уж не на моей ли ты вещи смотришь дружок что могу сказать помощники можно найти все что угодно здесь шведский стол можно найти вот еще ко мне тут какая-то такса подходит песик привет они 8 и память и территорию все правильно все что присуще собаки даже так софигел от того что лошади все потрошат всю помойку просто вытаскивают все подряд видите как они рвут пакеты блин такой мусор после них остается это конечно да проблемно очень все идут ко мне я не знаю вот вот пожалуйста нет я свои вещи вам не отдам вот уж извините я ничего вам не не отдам не надо там у меня ничего нет мне самому нужно у меня там все ценные вещи все ближе и ближе вот особенно самый малый любопытный нет я тебе не дам даже не вот не дам и все все просто пришли ко мне сюда так вот просто оставить вот вещи по нему тащат были все мои ценные предметы техника на многотысячные рубли так стою весело жду таксиста собака какая-то такса что ли или чё это уже мотивом куда мне делся так ты опять ко мне до приближаешься нет нет даже не даже даже не думаю нет я тебе не дам сегодня как нахожусь в сочи в общем пока что в горы мне не удалось второй день выбраться на второй день все же думаю завтра наверное погода будет лучше и завтра по выдвинемся на горы сегодня нахожусь на на спортивной площадке как можете заметить вот я немножко решил потрениться так слегка немножко руки потренил ноги думаю не стал уже тренировать потому что мне думаю завтра этого всего хватит завтра не будут хождение кругом поэтому сегодня только лишь руки тренировал так чтобы не расслабляться чтобы силы как говорится были на месте вокруг меня окружает как всегда дети как не удивительно принципе я этого и ожидал еще до наверное полтора может быть может быть час или полтора где-то вот это ведь не то что там с каким-то рюкзаком тащиться с большим весом и тащиться там целые не знаю полчаса или час вот завтра мне это предстоит делать в общем вот так ребята меня проходят так вот дни на диванчике там гостевом доме не сижу не лежу не сплю я так не могу просто сидеть ничего не делать и обязательно чем-то нужно заниматься такая она большая тут кругом дети спортсменов очень мало поэтому сейчас буду ходить можно я пройду не закрывай ну вот в общем когда-то телефон нет не забыл все у меня на месте все давайте ребят еще увидимся всем пока всем привет друзья это настал тот день когда я второй раз отправляюсь в пещеры сегодня погодка у нас конечно не самая такая нормальная как бы сказать сегодня у нас сплошные дожди в горах дождей опять и будет но ребята там есть учитывая смотреть погоду вообще в этом сочи то вообще передают дожди как как говорят вообще на неделю даже на целую благо то что вот это все чаще эти все деревья они прикрывают дорогу немножко и из-за этого по крайней мере не так сильно мочишься вот и сейчас он как раз по деревом нахожусь и как можете увидеть что тут вот больше сплошная листва кругом которая как раз таки очень хорошо прикрывает от дождя внизу протекает речка если действительно посмотреть достаточно крутой склон находится поэтому нужно быть чрезвычайно осторожным если проходишь где-то с краю дороги тем более сейчас очень скользко надо быть крайне осторожным так в общем сейчас мы уже прибыли в то место где мы оказались в прошлый раз то есть никак не может все пройти не знаю долго он там будет идти или нет периодически бывают прекращать дуть бывает опять начинает лить пойду по дороге в сторону направления Октябрьской пещеры в общем тут я не знаю может быть это след медведя сложно как-то объяснить с первого раза может быть это копыта конечно не знаю но где-то я видел прям четкий след что такое ощущение что здесь пробегал медведь о чем я вам скажу совершенно недавно может даже если так посмотрел я тут может быть десять пятнадцать назад вот сейчас если я пойду дальше посмотрю может быть отчетлив какой-то след будет тут видите еще помимо грязи камни посторонних звуков много еще еще летит дождь вот с этой тропинки явно что-то сходило вот смотрите это по крайней мере копыта четко отчетливо видно отсюда здесь видите там вот некоторые были такие вот следы видел там был очень похожий след на медведя тут старик мне тоже самое сказал что бродит у них тут один медведь по этим местам частенько здесь бывает здесь есть все все что вот это вы все в в в в в в в в Продолжение следует... Что вот самое хорошее после дождя, можно определить следов, потому что очень хорошо отпечатывается на грязи. Ну что, якобы как-то вот отсюда, потому что там идет уже поворот на Октябрьскую пещеру, есть тропинка. Продолжение следует... 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 дело то в том что очень сложно такие пещеры находить это возможно какие-то щели и вот среди такой чаще когда все покрыто вот этим всей этой зеленью очень сложно найти тут не знаю реально надо на ночлег оставаться просто может на день или на два дня чтобы хотя бы как-то всю эту местность изучить ужасная ужасная погода в сочи просто вообще капец какой-то все-таки не зря дождевик с собой взял потому что вот так чувствую что все испортится в какой-то момент и все действительно на самом деле так происходит толком вообще ничего не дает делать решил сделать перекус дождь идет я шоке от того что вообще происходит погода просто целый день ничего при этом не увидев кроме как вот этих лесных дорог до этих тропинах больше ничего нет изредка там встречаешь какой-нибудь каменистый рельеф и все только вот эти подъемы спуски опять подъемы причем там бывает и вот эта грязь сплошная кишмишная обмочит потом дождем и вот эти ты по этим еще камням карабкаешься вовсю очень опасно кстати особенно если пойдем думать вот такой вот уже вообще опасно а ездить кто-нибудь здравствуйте я просто турист видите что беспокою просто хотел спросить вы знаете где находится грот барибана грот барибана находится не знаю а здесь недалеко находится здесь пещеры и как бы вот по карте показывают что грот но я вот не пойму пещеры то да я уже туда я уже туда ходил пещеры то да я уже туда ходил я один раз поймел что я больше никогда не ходил нет ничего а где он все раз ну а не пересел то да ты наверное шел по дороге что для себя наверное гонял по дороге наверное скорее всего я был да да ну говорят недельки нет это недель зала просто уже вот я вот там сейчас лузился недель стол ну я быстро буршульку запьел зажег идет ворчит 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 а я уезжал три часа утром проснулся утром а уже он уже фонарем стычу он где то вот здесь на спал вот здесь зарычал недовольно что его слепил ну видите не трогать он не голодный ну все таки ну и у них да тоже конечно не надо поведение тоже у них непредсказуемое ну они это вот горные туда сгорать ну приходит бывает у соседа в эту воду вот там вот он сейчас делает у него воду пулика не поломалась понятно ну не больше но одно выходное ну это понятно ну в общем все приветствия ребята я нахожусь в другом месте хочу посетить царские ворота и пещеры немножко тут заикаюсь ну вот потому что вот тут прохожу мимо просто дороги и заметил вот такого следа ребят вот я даже не знаю как это предположить но может быть похоже на медвежий но может быть как то это просто так разнуло и какой эффект получил спустился я чуть ниже вот сейчас мы находимся на реке большая большая хост вроде бы как она называется и в общем сейчас пойдем против течения я думаю что против течения находится по нему царские ворота сейчас вот туристы проходили посещаемое место а у меня окружают я вам скажу невероятные виды вот видите где вот эта речка и чёрт и там вот а ну и и и и и и В общем, ребят, наконец-то хоть какие-то первые находки у меня появились уже в этом выпуске И сейчас я вам покажу самую офигенную картину Наконец-то я нашел царские ворота Итак, внимание Субтитры сделал DimaTorzok Наконец-то царские ворота мы повидали Может быть, конечно, выглядит со стороны Может быть, с камеры это выглядит не полномасштаба Но, ребят, если в реальности это посмотреть Ну, это выглядит достаточно эпично Красивое Ну, а мы продвигаемся дальше Уже начинает меня это радовать, что мы находим хоть какие-то места Сейчас, ребят, попробую перейти на ту сторону Потому что в той стороне находятся, скорее всего, пещеры Пока вот эти все два дня на хребте Алик находился Знаете, как уже выносливость вырабатывается? Что уже, в принципе, как-то легче выдерживать нагрузку Сейчас, в общем, буду торопаться по этим вот камням И, вот так сказать, переходить, в общем, на другую часть Нам надо перейти вот туда, кверху И идти туда дальше И там просто находятся вот эти пещеры Ну, сейчас попробуем перейти Нужно быть осторожным Потому что камни слишком скользкие ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, друзья, оказались над царскими воротами Сейчас движемся в сторону пещер Я разведаю еще вот тот маршрут Вот, мы пришли оттуда Я, конечно, шел немножко по-другому Я вообще залез еще туда вот выше В итоге пришлось вот сюда спускаться Вот такая вот, видите, дорожка Видите, обваливается все Очень опасно Поэтому, ребята, когда будете находиться в подобных местах Будьте осторожны Потому что все вот эти вот дорожки Они уже очень старые Восстанавливать никто не собирается Пока что ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Долгими путями Карабкался, карабкался я В итоге Я нашел то первое место К которому я Так долго шел Маршрут, конечно, так себе, ребята Это просто ужас Добро пожаловать Во тьму Партизанская пещера Вот надо мной, по крайней мере, она находится Если не знаете Высоту, может быть, метра два с половиной И в ширину где-то метров Может быть, три Сегодня Фортуна в мою сторону играет Итак, пещера Партизанская Она горизонтальная Имеет несколько небольших ответвлений Так, пещера была открыта Директором Сочинского краеведческого музея Красновым В пещере неоднократно проводили Археологические раскопки Краснов в 1940 году Потом Соловьев 1950-1951 Любин в 1964-1965 Чистяков в 1983 год Протяженность ее занимает 85 метров Она не такая уж и длинная Но пришло время разведывать пещеры В пещерах мне удавалось побывать Но все же это та пещера, которую я первый раз сам нашел Вот она пещера Сзади меня Достаточно прохладный воздух Находится здесь Вот Единственное, что у нас теперь есть фонарик Что-то вот блеснуло Пристоя тоже испугался Выглядит она достаточно Такая, знаете, очень широкая Первый раз я захожу подобной пещеры Еще хочу обратить внимание У меня рекордов очень чувствительный И слышно буквально каждый шорох Такая вот клуба, смотрите Слушайте, высокая прищера Очень высокая Достаточно высокая Слушайте, смотрите, сталактиты Образовываются Небольшие такие Слушайте, вот Смотрите, здесь какая интересная есть живность Такая интересная Досекунная Благодаря вот этому туману Смотрите Такая Хоррор-картина Вырисовывается Тут очень скользко Опасно Там вот ничего нету, наверное Давайте вот Заградим сюда еще Видите, какие углубления Странсы такие А вот тут больше ничего нету Формы, конечно, такие Необычные А вот там, смотрите, летучая мышь Первую летучую мышь, которую я заметил Глаза открыла Так, тут что не будет светить Я думаю, она сейчас Налетит на нас еще Сейчас пойдем дальше Посмотрим, что у нас еще есть Здесь постепенно сужается пространство Видите, как тесно очень Вот эти вот клубы, конечно, тоже Не внушают особого доверия Тут немножко неудобно И больше грязи, наверное Из-за этого Очень сложно Протиснуться Вот там есть Какой-то зал И там, видимо, какие-то здесь Углубления Может быть Там какой-нибудь зал Вот здесь постепенно Начинает сужаться Пещера Протиснуться Очень сложно А я вот хочу посмотреть Можно ли там вообще дальше Придеть еще Вот видите, тут какая-то трещина Такая образована Сейчас пока попробую Посмотреть, что там Довше Со стороны Выглядит так Мрачный Очень Сейчас попробую Все-таки Посмотреть, что-то находится Дальше Здесь надо быть Очень предельно Осторожным Сюда пройти Нереально просто Вот Есть еще один проглас Вот туда Сейчас Переставлю сумки И посмотрю, что там находится Для начала Можно тоже Пока не умею Посмотреть Что там вообще Находится Вот там Узко Тоже вроде бы Как узко Становится Шансы пройти Минимальные Тесное пространство Достаточно Если так разобраться Видите Там есть Чего-то такое Такая тишина Настолько Здесь так Приглушенно Все Может быть там ничего Нет Очень узко Чтоб вы понимали Сейчас немножко Пролез Там вдалеке Узкое пространство То есть Сюда Нам никак не пробраться Дальше Вот она Очень узкая Это просто нереально Все Больше там ничего нет Конечно Для Каких-то Клаустрофобов Подобные Листа будут Адские Просто Самые страшные Лютые места Ну В общем Вот Такой путь Небольшой Прошли мы По этой пещере А я сейчас Буду вылезать Из этого узкого Пространства Иначе У меня появится У самого Уже новая Фобия Если я здесь Долго буду Задерживаться 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 Еще мне Рассказывали Историю Про то Что В этой Партизанской Пещере Якобы Заложен Какой-то Клад Оружейный Клад Якобы Как бы До сих пор Никто не может Найти Ладно Сейчас будем Выбираться Ребят К выходу Субтитры Сейчас нахожусь на ущелье Большая Коста. На высоте примерно нахожусь от реки, где-то, может быть, метров 6, может быть, 7, где-то так. Хочу посмотреть, где находится партизанская пещера 2-я. Была верхняя одна, теперь еще нижняя есть. Но, боюсь, я туда, наверное, не попаду, потому что здесь очень сильное течение идет. А эта пещера расположена прямо около течения вот этой реки Коста. Видать, не судьба, может быть. В общем, ребят, все-таки на каньон, как можете заметить, сплошная вода. Вот она находится в той стороне пещера. Вот и все, ребят. Время уже почти без 15.08 вечера. Вот такие вот виды офигенные. Просто везде чайные плантации. Как можете заметить, кругом просто наслаждались запахом. о молодых растениях и чаях. В общем, иду сейчас с фаранцовки. Недоразумение вышло, что просто нет связи. Это как так? Туристическое место и нет связи вообще в Бахере. Вот иду по лесу. Уже, так знаете, нихреново так темно. Неизвестно, там можно что наткнуться. Прекрасно. И связи до сих пор нет. Только экстренные вызовы, вы представляете? План, хоть еще дорога нормальная. По асфальту хотя бы идти можно будет. Сейчас вот иду по дороге. Уже, как видите, такая ночь. Вообще ничего не видно. Появились проблемы со связью. Так как связь полностью отсутствовала. То есть даже было вплоть до того, что экстренные службы нельзя было даже вызвать. Я тут похожу к Калиновому озеру. Тут уже более-менее связь нормально ловит. Знаете, это такое счастье, когда я увидел, что связь словила. И сразу тут же вызвал такси. Еще и слава богу, что отозвалось такси, которое за мной сейчас приедет. Сейчас нахожусь я на Калиновом озере. Время 21.18. Девять часов вечера. Как вы сами можете заметить, сплошная тьма кругом. Это единственное место, где хотя бы столб с фонарем горит. Сейчас жду пока такси. Первый раз вызвал такси, когда от парасовки стал к Калиновому озеру идти. Представляете, пешком по этой трассе вот в такую темноту с фонариком шел. Сплошная кругом тьма, лес. И в итоге вот я сюда вот сейчас до сюда пришел. Вызвал сейчас повторно второй раз такси, потому что первый раз такси я вызвал, когда связь появилась. и потом произошел тот момент, когда таксист отказался от заказа. Тут у меня опять паника началась. Опять мне пришлось второй раз вызывать такси. Да, это еще вот мне реально буквально просто очень сильно повезло с тем, что сейчас таксист еще согласился и приедет за мной. Обычно вот такое время уже, когда подходит, очень редко можно поймать таксиста. По крайней мере, мне рассказывали работники таксиста, с которыми я постоянно езжу по таким местам. Да, застрял просто здесь. Застрял? Да, связи не было. Таксиста даже невозможно было вызвать. В Калиново озеро пришел, так тут связь появилась. Да, так что вы можете сделать? Не, я вон в пещеру ездил, в Воронцовку. Ну что? Что? Вы днем ездите? Да, днем. А что на автобус? А я не успел уже. Направляемся на следующую локацию. Находимся неподалеку от села Хлебороб. Сейчас будем двигаться в сторону Новоречнинской пещеры. Нашел первую пещеру. Сейчас я буду спускаться к ней, чтобы вы имели в виду. Смотрите, какая опасная дорога к ней идет. Вот эти лестницы не слишком безопасны. Сейчас будем очень осторожно спускаться. Очередная наша пещера. Знаменитая пещера Новоречнинская, во всяком случае, в селе Хлеборобе. Она находится сзади меня. С первого взгляда нужно разглядеть, что пещера по проходимости очень такая легкая. Протяженность ходов пещеры составляет 120 метров, глубина ее 7 метров. Вся пещера в основном сухая, кроме последнего зала. В свое время пещера была пройдена подземными карстными водами в слоистых известняках мелового возраста. Именно они являются вместилищем пещеры. В 1936, 37, 40, 61, 68 годах пещера исследовалась археологами. Она достаточно знаменитая, так как учитывая, что с 1936 года она первый раз была исследована. Ну что ж, ребята, давайте углубляться уже вовнутрь пещеры. Посмотрим, что там у нас есть. Включаю наш фонарик. Опа, вот так вот. Тут очень низко. Смотрите, тут туча мыши. Летающий коронавирус. Вот там вот крест обозначен. Видите? То есть прохода нет. Так, летучая мышка. Ты надеюсь, на меня не будешь лететь? Ого! Туда вот там, ребята, надо дальше проходить. Вот такие формы, смотрите, прикольные. Че эти интересные. Ах, видите, вот тут проваз, наверное, как раз таки. Ой, грязь такая липкая звучит. Да, ребята, да. Как раз тут проваз. Смотрите, прыгает насекомое. Тут такие наросты образованы вот такие мини-сталактиты. Пробую, конечно, я спуститься. ползать можно. Такое даже как окоп. Знаете, как будто кто-то могилу копал. Такое ощущение. Так грибовое складывается. Как будто кому-то она уготовлена. Вот там, ребята, все эти тупики. Там уже ничего нет. Дальше путь еще продолжается. Как раз дева-третучая мышь висела и улетела потом. Испугалась о меня. Так, вот у нас дорога пошла. Вот оттуда мы пришли и вот сюда мы заходим. Там дороги нет. Все. Идем дальше. уже надо быть осторожнее. Ступим. Нужно сейчас спокойно. Надеюсь, туча мышления не висит. а то мы сейчас прям в лицо никуда-нибудь прибрежутся. капли. Капли. Капли положены. Капли положены. Вот и очень много непосредственности, чтобы себя знать. Тут, кстати, такой большой зал, я уже в полный рост стал, пришлось нагибаться, а здесь, по крайней мере, я уже встал в полный рост. О, эпикетно. Самое интересное здесь, прохладно здесь достаточно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какая-то свеча. Смотрите. Деревые свечи. Такие, ребята, образования. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, у нас тут два хода. Сейчас туда сначала разведу. Это у нас что? Деревечка какая-то. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такие прям худые вообще, лютые. Да. Лютые достаточно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Танч, ты? Танч и не сходят. Танч и не сходят. Субтитры сделал DimaTorzok Крест говорит о том, что тупик, похода нет Для интереса посмотреть, почему выйдет тут проползти И как особого труда не заставляет Тут тут цветы Это не первый раз, не первый ягод тут ходит Всем интересно По сравнению с первой пещерой, это длиннее будет Немного Сверхлаков не положил Оказалось Рюкзак оставлю пока здесь Так будет легче Если кто-то здесь будет, я в этом случае вижу и услышу У меня рекордер с хорошей чувствительностью Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ребята, в общем я пробрался Чуть вверх залез Посмотреть вот такие, что там за тупиковое место Может быть там какой-то есть зал Сейчас разведаю, посмотрю Может что обнаружу Видите, как все тут Все очень опасно, конечно Вот там, видите, как высоко внизу Видишь бы вот это вращение, но, как говорится, не упасть Потому что Можно тут застрять будет Надолго потом Многие туловища все застрянет Очень такой, я вам скажу Небезопасный ход Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да уж Еле Пролез Ребят, в общем, пролез Еще дальше Здесь такой колонн идет Там трос есть Смотрите, лежит трос на тему Субтитры сделал DimaTorzok Какая-то палка есть Какая-то палка есть Здесь спускаться опасно Я, наверное, дальше не полезу Потому что, видать Там и трос Только по тросу, наверное, потом залазить Вот Даже не знаю, тут Экипировочку бы надо в определенной месте Сейчас По лошадному направлению Двигаемся Ну вот Где-то у меня что-то еще не прислали В общем, катакомбы Смотрите, что еще увидел Как он стоит Вот такая, в общем, ребята, Новаличинская пещера Видимо, это все Вышел с пещеры Сзади меня находится Прощаемся с пещерой Новаличинской Здесь такое вот есть место Какая-то Какая-то Смотровая площадка Вообще Размеры просто Внушительные Внушительные Во всю площадь Расположим этот карьер Снова по пути, пока шел Заметил смотровую площадку Вот Тропинка Буквально Вот тут Проходит Вот видите Вот этот лесоповал И ты даже не поймешь на самом деле Что Есть ли тут вообще что-то такое Вы готовы это увидеть Вообще классные виды Открываются Тринк Буквально 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 отделено НICES Вческий Тринк САМА ДИНАМИЗ ТРЕКЪ ДИНАМИЗ masslichen Субтитры создавал DimaTorzok В общем, вот такое, ребят, место офигенное Меня тут настораживает еще кое-один момент Смотрите, видите вот эти тучи? И они уже приближаются ко мне, блин Вон там гора, чуть-чуть видна И там все заливает Сейчас идем искать ту Первомайскую пещеру Говорят, ее сложно найти Тропинка у нее какая-то прям заросшая вся будет Против маршрута пошел, не знаю Со стороны Белых скал Будет какой-то вот спуск есть Не, походу, я ошибся Походу, ребят, да, ошибся Спустился, в общем, с горы Так я эту пещеру Первомайскую не найду, походу Ну, никак не могу найти, и все Ну, вот так вот, ребят, получается, что Ну, не знаю, где ее найти Я уже тут все только что есть, что прошарил Я так и не понял, где она находится Погода вообще ничего не дает делать Дождь, где-то еще по этим горам лазишь Как все это опасно Вот такая проблемка возникла, друзья Сейчас вот буквально оттуда Вот оттуда сверху Прибежал, я так понял, что медвежонок, скорее всего Потому что он небольшой был по размеру Блин, ну я, если честно, испугался даже Дело-то в том, что это не очень хороший прогноз Говорит, это говорит о том, что где-то есть медвежи рядом Хренеть Я, по сути, нахожу в стисо-самшитовой роще То есть тут, ну, людное место Я там слышу крики, там где-то купаются внизу В общем, сюда вот этот вот медвежонок Прям что-то так рванул резко Такой рык был у него И потом обратно в блеск развернулся и убежал Не знаю, может быть, испугался Не могу знать Я уже передумал искать пещеру дальше Сейчас, в общем, буду выбираться, наверное, все-таки слепороба Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сейчас я нахожусь на смотровой площадке Ахун Сверху башни Так, тут Тут что-нибудь есть Столько всего ходов всяких Это я на заднюю часть вышел И вот эта дорога поведет нас к Ахунской пещере Прибыли мы уже на Ахунскую пещеру Найти ее было не так сложно Так Что про нее можно рассказать вообще? Является самой крупной карстовой полостью Ахунского спелемассива Абсолютная высота входа 300 метров Протяженность 384 метра Впервые исследовалось в 1959 году В 1969 Здесь очень хороший спуск Как бы здесь трос бы нужен, по сути Вот за это вот закрепить крючок И трос протянуть туда вниз На себя вот накинул ОЗК Специальные чулки Все, ребята, давайте Надо настроиться Увидимся Ну что, ехать, друзья Спустился я вниз Вау Конечно, прикольная пещера, смотрите Смотрите, какая вообще офигеть Весье тросы какие-то натянутые Может быть там где-то выход Если такой выход здесь, то это жесть, друзья Это вообще перебор Посмотрим эту пещеру Что ж Это финал, детка Не успел я пройти 10 метров После того, как зашел в Ахунскую пещеру Я просто реально От того, что какой проход меня дальше ожидает Так что, вы понимали Очень, очень опасный путь Очень опасный Вы только посмотрите на это Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Вот, смотрите Ход Вот я стою на камне, на глыбе Вот там дальше идет спуск Тропинка, типа тропинки И вы смотрите, что дальше Это, блядь, исполни Вот, посмотрите, что дальше Может быть, камера не так это передает Вот, вот я стою И вот И вот туда пошло вниз Знаете, высота Вот примерно, где там дальше идет проход Вот, примерно внизу метров Может быть, 3-4, где-то так Я сейчас попробую вот Чуть-чуть вниз спуститься Вот на уровне вот этой глыбы Где, на которой я стою Чтобы посмотреть Вообще Поближе Что там находится Вот в этой трещине Вот смотрите Вот Чтобы вот на следующую ступень Вот на эту вступить Вот на эту вот, да Как ступенька она идет Вот дальше Вот этот вот Спуск Это примерно Знаете, сколько метров Метра, может быть, полтора То есть, камера, может быть, не так передает Но вот это вот расстояние Вот Вот от этого камня И вот До следующего вот этого камня Высота примерно полтора метра А дальше Я вообще Я вообще не представляю, что дальше Дальше вот эта вот трещина идет Вот это вот как ступень А дальше вот эта трещина пошла Там вот еще дальше углубление идет Как, как можно пройти Я не представляю Наличие сталактитов По крайней мере уже говорит о том Что тут постоянно очень капает Очень много воды Влажности И вот это все стекает Вот так со стенок все это идет И вот эта влажность Она же остается И вот я просто наблюдаю Смотрю, что вот как раз Там, где можно, допустим, уцепиться Даже Да, спуститься Вот эти места Где там можно Куда-то ногу, да, положить Там Или Можно где-то рукой Подхватиться Просто вот эти вот места Они все влажные Очень влажные И это очень опасно Если ты хочешь со мной расстаться, Витя Ты потерял такую принцессу, как я Ты будешь кусать локти По щелчку В 3.15 Та-дай Целый зал просто, ребят Короче, нашел другой ход Вот, тут как-то более-менее еще можно спуститься Вот В принципе, как-то все нормальненько тут Уже, по сути, должен ходить обратно Сейчас опять уже времени нету Абсолютно Время 5 часов Это уже достаточно много Вот Здесь я уже нахожусь и 2 часа Просто вот тут болтался Везде фоткал все И То есть у выхода Два входа было Справа еще была одна развилка И вот я нашел второй ход Я уже решил, что один я сюда точно не буду ходить Я почему спустился вообще? У меня упал аккумулятор, блин Вот И в итоге мне пришлось пускаться Аккумулятор был в кармане И я вот как-то наклонился И в итоге вот он у меня выпал Вот теперь сейчас предстоит Обратно залазить Вот видите, вот этот провод идет И Как бы вот сюда вот мне надо забраться А вот это, ребят, там ход дальше идет То есть вот он углубляется Там идет прямая дорога дальше И дальше потом опять Идет вот туда вот на подъем Вот Ну такую пещеру, ребят, я лучше буду посещать с кем-то Нежели один Потому что это очень опасно Еще раз я уже предупреждал об этом И уже говорил Сейчас буду выходить уже Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 хотелось бы узнать все же, что там находится дальше вот он и туда вот пещера уходит кстати, погодите кучу посмотреть надо потому что ощущение складывается, что это я камеру куда-то туда бросил рисунки там еще находятся внутри тела что-то какой-то жарко сейчас, что-то напал так, непонятно сваливать отсюда смотрел тело и не знаю какие-то вроде как покраснения у меня есть то есть, возможно какие-то возможные ожоги я получил я понял причину и я понял, что к чему что это было это был перцовый баллончик моря я воспринял свою перцовку как какую-то может быть подобную змею потирал пломбу от перцового баллончика я не обратил внимание, я не посмотрел на перцовый баллончик и получился так, что я опрыснул в себя вот, но опрыснул при этом еще и вот это будет опыление, видимо, задело мне еще лицо просто устал, проверяю, тут думаю перцовый баллончик без пломбы единственный раз, вот теперь точно я убедился в том, что проблема кроется в том, чтобы внимательно смотреть на свои вещи адреслоу Так у нас приближается финал, обследовали все пещеры, по крайней мере те, которые мне удалось исследовать. Все, что смог обследовать, я обследовал. Сегодня уже последний день я нахожусь в Сочи, завтра уже будет отъезд у меня с утра. Я надеюсь, вам было интересно все это просмотреть. Всем до свидания, еще увидимся. Сочи, завтра уже будет. Сочи, завтра уже будет. Сочи, завтра уже будет. Сочи, завтра уже будет.